Итак, яйцо в уксусе пролежало 5 месяцев. Уксус стал молочного цвета, непрозрачный. Осадок появился такой на дне, белесый. Вот так выглядит белый осадок на дне банки. Вот так выглядит сверху. Сейчас я этот осадок расколомбации покажу. Сейчас он вилкой какой. Он такой вот, что на дне банки. Вот такой вот. Сейчас я достану яйцо, посмотреть, что с ним произошло. Скользкое. Не так-то его просто взять. Вот так. Сейчас увеличу. Вот так. Яйцо мягкое. Очень мягкое. На цвет. Как вареное. Вот прогинается. Кожица тонкая. Это пролежало на 5 месяцев в уксусе. Уксус я не доливал. Сейчас я проткну, посмотрю, что с яйцом с ним произошло. О, тоже жидкость белая. Так она выглядит, как и яичница. Сам желток. Вот такой. Как бы. Сейчас его очищу, достану. Такого комками слизкое. Так вот выглядит желток. Ну, типа, как сваренный. Типа, мячик для настольного тенниса. С соплями. Или со слизью. Так он тоже такой мягковатый. Сейчас его разломаю. Посмотрю в разрезе, как. Так он выглядит в разрезе, как вареное. Чуть-чуть, как бы, так, переходящий процесс. Полностью, как бы, доварилось. В смятку. Вот такой вот. Инсистенция такая. Тут, как бы, такое кожица. Осталось с яйца. Сейчас отдельно сюда положу. Самое интересное, сколько пять месяцев пролежало, а кожица вот самого яйца осталась, как бы, целая. Вот так вот выглядит кожица с яйца. Так что природа и задуманная, что сохранить эмбрион. Вот так работает это все дело. Тут, как бы, тоже такой, как бы, полужижа. Запах уксуса такой, кислятина. Вот так вот получилось. Так у нас вот опыт. Итак, мы вот видим, что произошло с яйцом. Так, я увеличил ракурс. Сейчас еще увеличу, чтобы посмотреть, было видно, как это яйцо выглядит. Так оно выглядит вблизи. Кожица. Сам желток. Белок такой, как слизь. В общем, на этом все. Такой у нас опыт получился. Будем продолжать.